Грязными приемчиками И в случае необходимости Может их пустить в ход Может ударить по затылку Ну такой Но он ведет агрессивный стиль боксерский Да, агрессивный стиль Он может взорваться длинной жесткой серии И за рингом он такой агрессивный Он дает очень такие резкие интервью Он считает себя лучшим В этом весе на сегодняшний день Многие с этим согласны Но еще раз скажу Весовая категория, которая в Европе Очень популярна И действительно здесь огромное количество Сильных боксеров Еще один в Германии, Эрнандес Двое у нас Дрозд и Лебедев Так что Европейская конкуренция Очень велика Ну вообще Первый тяжелый и супертяжелый вес Давно переехал в Европу Не будем называть А в принципе, что называть-то Брэнд Кличко уже говорит О многом Итак, поединок начался Кстати, Кличко должен был драться 6 сентября С Болгариным Пулевым Но повредил подколенную связку И бой отложен, если не ошибаюсь На ноябрь месяц На два месяца Ну начинается наш поединок Начался, вернее, первый раунд Слишком уж осторожничает Ларгетти Он реально понимает, кто перед ним Многократный не чемпион мира Боец, который уже попробовал свои силы И в супертяжелом весе Не настолько удачно, скажем И поражение, как многие говорят, было спорное Тем не менее Его бой был близкий Саша Паветкин, к счастью, победил Но эта вылазка, в общем-то, не стала провальной такой Для Марка Хука Вернулся он снова в свой вес И продолжает вот по этой версии Дабы убил его Причем только в Германии тоже Кстати, можно сказать, что домашний боксер Посмотрите, мощная атака Очень мощная На мой взгляд, Марка Хука Он уже знает прекрасно своего спортсмена И для него Соперника, то есть, прошу прощения Для него не составит большого труда Начать эту длину Я все жду, когда он Вот мне очень нравится Когда он пробивает эти длинные комбинации Которые подчас заканчивают поединок Он тут, похоже, уже проявляется Он реально представил И почувствовал, кто сейчас перед ним Он видит свое превосходство И он только выбирает момент для того, чтобы начать и закончить бой досрочно Но не спешит пока Ну, он очень избирательный боксер Несмотря на то, что он мало работает джебами И, в общем-то, двигается Руки очень жестко держит у головы Как бы принимая удары в защиту Но Вот это Эти Вот пытался сейчас начать он свою комбинацию Не получилось Завязал его соперник Да, сократил дистанцию сразу Вошел в клинч Но Хук продолжает атаковать И вообще чувствуется мощь Как минимум, я думаю, 95 килограммов Ну вот заканчивается первый раунд И по первой трех минутке уже реально видно превосходство немецкого боксера АПЛОДИСМЕНТЫ Раунд номер два В первом чемпиона особенно не фальсировало события Мы видели так одну небольшую вспышку агрессии с его стороны Не очень длинную комбинацию Но Все еще впереди Мирко, вот это немногочисленная итальянская публика Которая здесь приехала сюда Они одеты все в желтые цвета Почему-то Непонятно И очень активно так болеют Их слышно в зале Прицеливается, прицеливается Марко Хук Выбирает момент для своей атаки Ну, видно Неплохая школа у его соперника Марко Ларгетти Неплохая, я бы сказал Ну, это не значит, что она Превосходная или там Великолепная Или опасная Для Хук Затянулась пауза Да Исполнение немецкого боксера Ну, итальянец не спешит Конечно же, у любого боксера В первую очередь Другую сторону Драться особенно с суперчемпионом Побеждать Но здесь шанс небольшой И у него есть Наверное, небольшая надежда Конечно же, его команда Помогает ему в этом Это настрой Психолог, тренер Но Он реально оценивает свои силы И уже, наверное, на первых секундах боя Он понимает, кто перед ним А я вот сейчас думаю Сознательно Хук вот это делает Выванивает Вообще ничего не делает С первого раунда С первой минуты раунда Посмотрите Все время перекрывается Дает сопернику атаковать Я думаю, что сознательно Он несколько затягивает бой Где-то пытается, наверное, перевести Окончание поединка Где-то в средних раундах Или довести, по крайней мере, до этого момента Чтобы немного Насладились зрелищем Почитатели бокса Его фанаты Ну, чтобы не столь явная была Да, разница В оппозиции Но В боксе все происходит Не будем Приводить примеры Их очень много И в разных весах И в легких В средних Тяжелых А это первый тяжелый вес 90 килограмм 700 грамм Потому что Их можно Их можно Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну вот эти замедленные повторы В общем-то ничего пока серьезного не произошло за эти первые несколько раундов Не может справиться Марко Хук со своим соперником Отпустил он ситуацию в самом начале боя И до сих пор не может прицелиться А его оппонент осмелел, немножко освоился в ринге И у него появилась надежда на победу Ну если не на победу, но хотя бы на достойное поражение Все предрекали победу Хука в ранних раундах Ну на самом деле несколько то ли не настроенный, то ли расслабленный Марко Хук я редко видел именно в такой спортивной форме Слишком долго выжидает, а потом не может попасть Ну я надеюсь все-таки он найдет, настроит этот прицел Вот наблюдая бои Марко Хука, да, не так уж много зрелищных боксеров в Германии Наблюдая Марко Хука на самом деле получаешь удовольствие И сейчас я в предвкушении Но сегодня пока я удовольствие от этого бокса не получаю Зрители в ожидании Вы спросите, почему не скандируют зал, да потому что нет точных попаданий Нет, они кричали хук-хук, потом вдруг перестали Боксеры выцеливают друг друга и не могут никак приноровиться к манере своего оппонента Опа, попал, еще попал Ну Вот примерно то, чего мы ждали Наргет отвечает Нисколько не ошламлен итальянский спортсмен А вы знаете, я думаю, что как только Мирко Ларгетти осмелеет еще больше И попадет в Марко Хука, вот тогда тот разозлится И покажет все, на что он способен Ему нужен какой-то определенный стимул Есть такие боксеры на самом деле, которые боксируют так средненько до первого пропущенного удара А потом начинается настоящий штурм или агрессия А может Хуку надо просто начать боксировать Он умеет, это тоже Но правда Хочет выиграть Ну, то ли он на удар настроен, я не понимаю То ли хочет одним ударом все закончить Ну вот, серия мощная Вообще он редко заканчивает одним ударом Как правило, он забивает своих соперников Очередной раунд сзади Пять раундов мы с вами посмотрели Хук, конечно, выигрывает, сомнений в этом никаких нет Но минимально? Ну, как минимально? Каждый раунд выигрывает Минимально? Не минимально, а то есть 9, судя, стоит Наверное, так Вот повысил голос, мы слышим, да? Тренер Марка Хука Пролетел дистанцию Хук Он часто проскакивает до своей дистанции Уйдет вперед, вот так Вот опять Буквально пару сантиметров и все Уже ударной дистанции нет Начинается толкотня Шестой раунд Меня несколько удивляет Сам темп боя Я вот представил на месте Хука сейчас Дениса Лебедева Чехиева или Дрозда Мне кажется, совершенно по зубам Мирка Ларгетти Совершенно И бой бы не продлился даже трех-четырех раундов А что-то его Хук не может пока приноровиться Но все зависит только от него Он не повышает, не увеличивает темп вернее И вот как только он начинает атаковать, так попадает Но это происходит пока что слишком редко А в очередной раз хочется посетовать, да, на вот то, что эти версии Четыре основных И очень редко получаются объединительные бои Хотелось бы посмотреть вот именно этих ребят, да, в деле Сильнейших европейских боксеров первого тяжелого веса И естественно, кто же он самый сильный боксер в какой-то конкретной весовой категории? Вот сейчас мы называем Чехиева, Лебедева Дрозда у нас Водарчик, который будет сейчас скоро встречаться с Дроздом В прошлом Брудов Ну, Брудов уже практически повесил перчатки на гвоздь Закончил Вот, есть еще, как я уже говорил, Лернандес Тоже чемпион мира А тут вышел какой-то Ларгетти И какую-никакую оппозицию составляет Хук Опа, вот-вот-вот-вот-вот Вот чего мы все ждали от Марка А что Марка, провел не очень длинную серию И клинчевал затем соперника Вот, посмотрите Чуть не клеится у него никак Просто бывает так, что ты готовишься на один уровень Реально представляешь, изучая соперника на видеокассетах И идет недонастрой такой-то определенный А потом в бою ты не можешь себя пересилить, чтобы боксировать лучше Ну, вот сейчас мы увидели еще одно четкое точное попадание Хук, он тут же пропускает Да, нет, длинные руки у Мирка Ларгетти Достает он правой прямой своего оппонента Вот удар молотка Несколько секунд до конца шестого раунда И это значит половина поединка позади Ну, зрители радуются Они смотрят бои Нет Такой явной победы В первых там двух-трех раундах Зрелище продолжается Они болеют за своего любимца Очень грамотный рефери Каждый раз он подходит к тому и другому углу И говорит, какой сейчас будет раунд А это вот болельщица, я не знаю, жена или кто-то Что-то не садится итальянец, посмотрите-ка Который все время рядом там в углу Мирка Ларгетти Очень темпераментный Такая легкая накачка Тренера Выдохнул так с труда В воздух устал уже что-то втолковывать Подопечному Улли Вегнер Сложно расхочегарить Марка Хука Он как-то сам себя не может завести В этом плане я уже не раз говорил Вы все прекрасно помните Был такой боксер Разубек Назаров Конечно же в другой весовой категории Наш первый чемпион Да, и что меня удивляло в нем Потому что он в любой момент В любую секунду мог провести такую атаку Какую хотел Пропустив удар Но любому нужно собраться Как-то перестроиться И потом уже начать отыгрывать А он моментально забирал преимущество назад После пропущенного удара Да, затянулась эта история Я думал честно Что все произойдет гораздо быстрее Такой вязкий бой Тяжелый в тактическом плане И интересный на лице Абрахама Появился наконец А все напряжены Он так индифферентно сидел там у себя Кресли И тренерские штабы И зрители И друзья того и другого спортсмена Конечно же Друзей и соратников И фанатов больше У Марка Хука Так как он боксирует у себя Дома на своей немецкой земле И вообще Как правило Он не как правило Всегда он боксирует Только в Германии Ну недавно заявил Что не прочь поехать бы в США Наконец выйти на американский ринг А с кем ему там драться Ему надо С теми же европейцами Здесь в Европе Здесь сильнейшие оппоненты Да Уже подбадривают Подстегивают Зрители в зале Своего любимчика Капитана Хука А тот не может себя пересилить Сделать все Настолько правильно Чтобы бой закончился раньше Да он побеждает Но не настолько уверенно И не настолько ярко Как мы привыкли-то Видеть в его исполнении Вот, 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 вот Вот чего мы ждем И опять проскочил Посмотреть дистанцию Опять проскочил И отвечает итальянец Очень здорово Молодец Ответочку Расслечение я вижу У Мирка Ларгетти Сейчас нам в перерыве Покажут, наверное Вообще, меня удивляет То, что он не садится Нет, сел Наконец-то сел На табуретку Хорошо, это под глазом А не над глазом Но гематома может разрастись И тогда уже доставить неудобство Я не заметил удара головой Возможно, это произошло От жесткого удара Кулаком Можно через перчатку Хотя Мы уже не раз говорили Марко Хук Не самый такой чистый Боксер Да, он какой-то Уличный боец Вот могло быть Столкновение головы Видите, уже появилось Рассечение Легкое рассечение И, скорее всего Просто Вот, пожалуйста Потерялся Двоечка Подогнулись даже ноги Мне показалось у Хука Ну что, парень Не робей Давай Терять тебе нечего Приобрести можешь Очень много Но таким образом Даже проиграв Если Мирка Ларгетти Доведет бой до конца Он попадет уже Такому, скажем так В элиту мирового Европейского бокса Его, по сути, никто не знал И вот благодаря Только вот этому бою Тему Потому что он Сейчас показывает в ринге Да, он сразу вырастет На Несколько Ступенек Его гонорары вырастут Бежество Я вижу большое напряжение У Марка Хука И на лицее И в Там в замахах Вроде бьет И не добивает до конца Как будто Что-то боится Такое бывает Я уже сказал Когда ты Не до конца Настроился на поединок И потом По ходу Судорожно Пытаешься Чего-то Сделать больше Того, чего ты можешь А не получается И потом Ты сам Злишься на самого себя И от этого Еще больше Устаешь Осмелел Мир Каларгетти Но Я бы на его месте Делал несколько побольше То есть По большому счету Марка Хук Редко Работает На встречных Атаках Поэтому Бояться Нанося Идя в атаку Бояться Нечего Только нужно Остерегаться И вот так Вот этих Длинных серий Ну вот Как только Ларейки Начинает Что-то предпринимать Картинка Андрей Обратите внимание Хук Очень мало Двигается Он застаивается У канатов Он так вот Откровенно По прямой Уходит От атак соперника Мимо Он пробил Сейчас 6 ударов Ни одного Не попал Да Хорошо Хорошо Изучил Аргетти Своего Именитого Оппонента Он Наверное Он сейчас В лучшей форме За всю Свою Спортивную Карьеру Он получил Такой шанс Ущерный Конечно Может быть Он И не до конца Верил в себя Выходя в рынок А здесь Почувствовал Что можно Оказывается Можно Противостоять Очень неплохо Неплохо Закон Танцовка За итальянцем Да Так что Идет к тому Что Счет может быть Спорным Пока Конечно же Побеждает Немецкий Боксер Но Две трети Две трети Боя позади Успеет ли Там Чего-то Выиграть Вырвать Вернее Ларгетти Навряд ли Но Я больше Вождал Отфука Если честно Еще и до боя Европа Не было Серьезных боев И вот Довел Дело До 9 Раунда Хук Всегда держал руки Вот Очень жестко У головы Сейчас Он Немножко Отклоняется Назад Во время Атаки Итальянца И пропускает Вот сейчас Неплохо Через руку Пробил Чемпион Опять Пролетел Дистанцию Хук Ну Правильно Правильно Апеллирует К суде Ларгетти Там был Он подошел Близко И локтем Бил Фактически Это было Заметно Хук Это может Все Кто встречались С ним Говорят Что боксер Довольно Грязный Я не вижу Таких Легких Подготовительных Ударов В исполнении Хука Все у него Удары Все до одного Силовые Уже Как бы Наверняка Но Так просто Не попасть Соперника Тем более Мир Каларгетти Показал себя Юрким Таким Парнем В которого Сложно Попасть Который В самый Последний Момент Поворачивает Голову И удар Идет Только Скользь Вот и Сам Попал Посмотреть Да Вот Посмотрите Озверел Хук Ну Что это Значит Он Может Потерять Вообще Хладнокровие Начинать Допускать Ошибки Но А дальше Сложнее Начинать Пропускать Пусть Не сильные Но Точные Удары Хотя Весовая Категория 91 Килограмм И Здесь Легких Как говорится Касания Не бывает Зал 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 Включился Да Поддерживает Чемпиона А чемпион Наверное Этот раунд Проиграл Как и Предыдущий Скорее всего Мы только Еще По окончании Прошлого Раунда Говорили Не поздно Ли начал Ларгетти Ну вот Начал же Да Вторая Половина Боя Которая Мы считали Вообще Не будет Складывается Не так Гладко Мы думали Дотянула Был Ларгетти До Пятого Шестого Раунда А вот Уже Пожалуйста Десятый Раунд Показывает Там Девушка Табличку Да Сейчас Мы видим Накачку В углу Слышим В углу Немецкой Команды Немецкого Спортсмена На самом деле Какая разная Зридерская реакция Да На самом деле Начинаются Чемпионские раунды По-настоящему Чемпионские Потому что Поединок На мой взгляд Равный Может быть Где-то По раундам Хуки побеждает По количеству Раундов Побеждает Конечно Но Впереди Еще целых Три Более подвижен Стал Аргетти Он и так Был не сильно Уязвим Он с самого начала Не плохо двигался Да Он Хорошо работает Туловищем Причем Сильно Не отклоняется Вправо Влево Вниз Как-то Правило Правильно Балансирует Стоя на Двух ногах И Да Амплитуда Такая Небольшая Но Достаточно В любой момент Он может Просто-напросто Жестко Ответить Дальняя дистанция Атаковал Хук Попал Сейчас Реферин Вкладывает Вкладывает Свои усилия Не в те Нужные движения И не в тот момент Когда это нужно Делать Как бы Или Делать Это Слишком Рано Или Слишком Поздно Поэтому Естественно Думает Дальняя дистанция Дальняя дистанция Все в боксе Обоюдно Обоюдно Поймал момент Марко Хук Но Опять-таки Ничем Все закончилось Посмотрите Хотя Соперник Отходил У него По прямой Уперся В канаты Ну и Хук В итоге Уперся В соперник Не бей локтем Пора сделать Замечание Я думаю Что если Еще раз Марко Хук Оттолкнет Своего соперника Локтем То он получит Персональное Значит Одно очко Минус Ого Да Полтора Раунда Еще до конца И Бой только Вот Вошел в ту Такую Вот Как бы Паузу Нет Он вошел По-моему Начинается Самое интересное Посмотрите Начинается Эншпиль Выражаясь Шахматным языком Все Класс Ну вот он Очень откровенно Вот так по прямой лететь на соперника С этими прямыми ударами Ну в общем-то он делал так всегда Только он делал это несколько быстрее Быстрее и раньше Да Вот вы видите На каждом этапе Начало атаки Он как-то не уверенно Ну вот сейчас боковой удар И пропускает тоже Начались попадания Очень сложный бой Донго боксеры Возрителям нравится Действительно Ну мне тоже нравится По драматургии бой По драматургии точно Может быть не настолько он красив В плане техническом но Как бы каждый раз Наблюдая поединки Марка Хука Несколько удивляюсь Вроде бы Не обладает же он Такой Хорошей техникой По-настоящему чемпионской Ну с кикбоксингом пришел человек В детстве занимался кикбоксингом Был даже каким-то там чемпионом по-моему По юношам Рано начал боксерскую карьеру Последний раунд Десять лет на профессиональном ринге Одиннадцатый год Да и сам от себя Наверное Хук не ожидал Что Бой сложится Именно вот так Да и зрители думали Примерно Так же А все дошло до двенадцатого раунда Интересно будет послушать счет Ну я не сомневаюсь Что Хуку отдадут победу Я тоже не сомневаюсь Что он выиграет Но Я думаю что Четыре-пять раундов Будет за Его соперником Вспоминается Бой Дениса Лебедева С Хуком Когда тоже Многие считали Что Победу отняли У нашего боксера Мы с вами тогда Работали на том бою Да я прекрасно помню Я тоже считаю Что Лебедев Как минимум Не проиграл тогда Так вот Что получается Что у основных Таких серьезных Оппонентов Хук выигрывал Но всегда Как-то так вот Натужно То судьи Чуть-чуть помогут То там Ничью дадут Вот за исключением Последнего боя С Фиратом Арсланом Его бои С серьезными Оппонентами В общем-то Такого явного Преимущества И красивого Боя Он там Бокс Он там Не показывал Молодец Ну Я говорю Сейчас про Ларгетти Не ожидал Я от него Того Что он делает Тут в ринге Сейчас Ведь пропускает Но терпит И пытается Пытается отвечать И первые два раунда Ему было страшно Я прямо видел его глаза А потом Поверил в себя Пошел вперед Ну вот 12 раунд Он проигрывает Еще возможно Была надежда У его Секундантов До начала Последнего раунда Сейчас осталось Всего лишь 25 секунд До конца боя Ого Так вот По нарастающей Рагетти Снова Два А вы вспомните Первые Низка раундов Темпа Не было Вообще Был очень низкий Темп Ну это часто бывает Да Разошлись ребята Заключительных В этих чемпионских Раундах Парни начинают Выдавать Не хватает Еще три раунда Это нокаут Похожая Ой-ой-ой-ой Вот это да На последней секунде Практически На самой последней секунде Под удар гонга Нокаутировал Своего соперника Немецкий боксер Действующий чемпион И опять-таки Своей манерой В этой серии Да Почему раньше не начал Вот так же Зажал в угол Раньше не получалось Почему Он пытался делать Не получалось Он ведь зажал в угол Своего соперника И много раз Были аналогичные Ситуации Во время поединка Но получилось Все только В самом-самом конце Ну мне откровенно Жалко Аргетти Просто он устал Потерял концентрацию Какую-то уже И Эта серия Конечно была Он услышал Удар молотка Об стол И наверное Расслабился Он уже понял Что за эти 10 секунд Ему Ну ничего не светит И скорее всего Попытался просто Защищаться В углу И пропустил Один Второй Третий Четвертый удар Один за одним Ну сейчас мы еще В повторе не раз Посмотрим Эту заключительную серию В исполнении Марка Хука Вот так вот Все-таки Досрочная победа Не знаю Удар гонга-то был В 12-м раунде Но Гонг-то прозвенел Будет это нокаут Или не будет Давайте услышим И началось Вот Вот Ой-ой-ой Вот последние два удара Конечно были очень страшные И это все Позвучало Ровно под гонг То есть Хук уже не мог Остановить Свой удар А мы не слышали гонга Я слышал Слышал? Да Точно в челюсть Посмотрите Вот И тут прозвучал гонг До того Пока еще Не упал Да? Да Прям вот Наверное Да значит Все правильно Да Вот этот удар Конечно Интересно Мне интересно Все-таки Как Сейчас посчитают Судьи Был ли нокаут Или Эта победа Наверное Там и неогласным Решением Судьи Никто не ожидал Никто не ожидал Такого Побежал в ринг Вы видите Реакцию зрителей В зале Ну Я представляю Находясь там Испытать такие ощущения Но если этот удар Был после гонга Трудно сейчас нам сказать Секундомер уже был Выключен к тому времени Ну слава богу Стал на ноги Ларгетти Пришел в себя Такой нокаут Показался очень страшным Ну Упал по-настоящему Что там говорить Да Мы говорили Что неожиданная Драматургия Получилась в этом бою И когда Казалось бы Что все Нам стало Понятным Вдруг такая Неожиданная Развязка Ну что говорить Чемпион Чемпион И он подтвердил Свой титул И сделал Самая красивая Правда Ну Несколько позже Чем это нужно было Хотя бы Секунд на 15 Да нет Но если все до гонга То какая разница Андрей Мы предрегали Ну вот долго думают Судя Поэтому и непонятно Мне Это будет Все таки победа Нокаутом Сейчас мы Слышим Андрей Гунтом Развенел Так беспокоитесь Сейчас нам все Расскажут Уже под конец боя Мы слегка Перехвалили Ларгетти И Сейчас скажут Он расслабился На второй минуте 59 секунде 12 раунда Победу Нокаутом Огрежал Наверное бывает и такое Ну наверное так и скажут Ну все равно Хочется посмотреть Хука Сейчас уже мне очень хочется Посмотреть с кем-нибудь Из наших Я бы с удовольствием Посмотрел его бой С Денисом Лебедевым Вот дал бы Возможность Хука Или получилось бы Так вот Договорились бы Да Промоутеры Провести этот бой Пусть в Германии Ничего страшного Думаю тогда у Дениса Появились бы огромные шансы Да мне бы Знаете Я думаю что и У Чехкиева тоже есть шанс Причем большой шанс Он очень бьющий боксер Хука Правило Иет ва-банк Подчас неожиданно Для самого себя И может пропустить Очень жесткий Удар Да Кстати у Григория Совсем недавно 26 августа Был день рождения За месяц До боя Посмотрите Как долго Все-таки Решают судьи Что же это было Победа понятна Нет Они решают Вот Бьются над тем вопросом Как вы сказали Вторая минута 59 секунда Все-таки Бой продлился до конца Итак Но все равно Хочется сказать спасибо Итальянцу Молодец Нет Похоже Нет Дает счет Да Нокаут не защитил Ну не так уж далеко Одинаковый счет Дают два американских судьи Ну вполне нормально Мне кажется Да Я согласен Ну мексиканец Мне кажется Дал так Ну каждый считает Так как считает Значит все-таки Нокаут был После гонга Ну да Ну гонг Развинил и все Пойтинг закончен Таким образом Марко Хук Отстоял В очередной раз Свой титул Все довольны И счастливы Публика его приветствует А мы на этом Заканчиваем нашу трансляцию Редактором был Сергей Белокуров Для вас работали Андрей Шкаликов Борис Скрипко Смотрите бокс И самое главное В этой жизни